Скажите, пожалуйста, болезнетворные бактерии не приносят только вред? Да, приносят. Ну а какие же не вредные, а может быть даже и положительные свойства от такой страшной вещи, как эпидемия? Эпидемия – это когда очень много людей болит, а когда отворит. Да, правда. В пределах одной страны? Если больше одной страны, это уже пандемия. Ну, если больше одной страны пандемия и так далее. Скажите, мы с вами единственное живое существо на планете? Нет, конечно. И более того, мы бы абсолютно не могли жить, если бы не были включены в сложнейшую систему биологических сообществ нашей планеты. Давайте смотрим, как живет любое сообщество. Вот у нас есть некоторый вид, который живет на этой территории. Выжить, размножиться, прожить достойную жизнь. Для этого пищевые ресурсы должны быть здесь? Да. Да, должны быть здесь. На всей территории? Вот этой территории. Да. Хорошо. Давайте вот такая простая математическая задача. Пюнделя с планеты Терьян-Пампан становятся взрослыми в возрасте 4 месяца. Примерно как наша мышь. Наша кто? При этом беременность у санки длится тоже 4 месяца. Значит, половое созревание у них 4 месяца. И беременность у санки тоже длится 4 месяца. При этом каждая санка в среднем рождает по 4 детеныша. У вас есть одна пара Трюнделей. Сколько вы получите от одной пары через 10 лет? Посчитайте. А на порт, да? Санки длится еще и 2 месяца. Рождаются в среднем 4 детеныша в одной санки. Вопрос. Сколько Трюнделей будет через 10 лет от одной пары? А может пара молодых или уже взрослых? А, хорошо. Будем в таком возрасте. Берем еще одна важная вещь. Общий срок жизни Трюнделя. Считаем, что каждая санка в своем жизни успевает размножиться 4 раза. Итак, 4 раза в свою жизнь успевает размножиться. А вот правда. Задача это иметь числовое решение. А там вот любой может быть. Это нужно первый раз, но отравить решение на санку или на санку. Ребята, вообще в задачах по биологии, вот таких неконкретных, обобщенных задачах, для того, чтобы понять, как работает главная закономерность, используют в среднем случае. То есть, я сам предвластил. Да. Считаем, что в среднем, ну потому что, да, у кого-то там родились все девочки, а у кого-то все мальчики. Но если мы берем группу в среднем, вероятность рождения того или иного пола одна вторая. А там она вот родила, и потом еще 4, сразу она опять беременнает. Да, конечно. Как только родила, а чем еще заниматься? Как только родила, а... Кормишь детенышей, да? А заодно у тебя пусть зреют следующие детеныши. Следующие родились, я теперь стала кормить. Рожаем следующие, кормим следующие. А мы сказали только 4-х, мы сказали. Да, правильно. Но 4 раза. А, 4 раза. Ну, написано 4 раза. Ребят, давайте я самое начало дерева вам покажу, чтобы вы увидели, какую... Сокраснофу? Да, какую картину вы своими породили. Итак, в течение года сколько раз вы 4 месяца пройдете? 3. 3 раза. Итак, вот у нас первые 4 месяца, вот у нас вторые 4 месяца, вот у нас третий от ногов прошел, потом второй год. Здесь у нас одна пара. Здесь 4 месяца. От них произошло 2 мальчишки, 2 девчонки. Но эта пара осталась? Осталась. Эта пара проехала сюда, и через 4 месяца... Ага. Еще раз разношу. 2 мальчишки, 2 девчонки. Теперь, в этой точке, вот эти образовали 2 пары. Каждая пара сколько разница? 4. А можно вопрос, почему на втором месяце 6 родилось? Это не второй месяц. Это вторая ступень. На второй ступеньке, так можно сказать, да? Это 4 месяца прошло. Родилось четверо, но родители так стали живы. А, да. Теперь смотрим, раз, два, три. Конец года. Значит, эта четверка. 8 и 7. Эта четверка. Ну и эта. Вот это дети, вот это дети, вот это и пара. Согласны? Вот они. А сама-то эта пара осталась? Сама пара осталась? Это дети вот этой пары. А сама пара осталась? Да. Да. Катастрофа. Конечно. Они просто могут жить. Значит. Ну и наконец, вот это дети, вот этой. Сама пара осталась? Да. Давайте смотрим. Во сколько раз за год произошло увеличение числа особей? У нас на старте двое. На финише 8, 16, 16, 8, 24, 32, 40, 44. Во сколько раз? 22 раза. Через 10 лет. Каждый год 22 раз, через 25, 60. Да. А вот куда делась первая пара? Умерли сюда. Первая пара, вот она прошла. После того, как у нее второй раз. Вот она, вот она, вот она. Так это где-нибудь? Вот, стоп, стоп, стоп. Я не знаю ничего. Вот эта линия, вот этот граф развития вот этого. Да? Вот этот граф развития вот этих. Так, раз, два. А, вы правы. Еще 8 я пропустил. Еще 8 я пропустил. Вот из этого не знаю. Итого 52. Значит, отлично. 52 раз за год. А это значит, уже на второй год сколько их будет? 52 на... Мы будем считать 50. 50 на 50 умножить. 258. Чего 50 на 50? 2 тысячи пятьсот. Третий год. 2 тысячи пятьсот на 50. А, не было много. 125 тысяч. 125 тысяч. Четвертый год. 125 тысяч на 50. 6 миллионов. 50 в десяток. Да. Значит, 6 миллионов в копейку на... Пятый год. 300 миллионов. А вот и грамотно все еще не хватит. 50 в десяток. В результате, если у нас вызывают все родившие, что произойдет? Если у вас такая лавина численности, поэтому они просто все съели. Все съели. После того, как они все съели, что произойдет с теми ребятами, которые вот здесь раньше были? Причем, в какой процентах выгодят? Почти все. Да не почти все, а просто все. 100 процентов. Ну, кто, если еды нет вообще, можно ли в этой ситуации выйти? Нет. Нельзя. Так что для нормального сохранения жизни абсолютно необходимо, совершенно необходимо, чтобы часть популяции выгибала. И заболевания являются отличными, естественными регуляторами плотности популяции. Предположим, в этом участке у вас на каждом гектаре, на одном гектаре, обитает 100. Кто у нас хрюди здесь живет? Вот здесь на каждом гектаре 100 хрюди. А вот на этом участке, на каждом гектаре, обитает 10 тысяч хрюди. На участке А или на участке Б выше вероятность возникновения эпизоакии. Почему на Б? Плотность. Дело не в количестве. Плотность населения. Плотность. Количество контактов за единицу времени здесь многообразно больше, чем здесь. Соответственно, как только в каком-то месте возникает перевоплотненная популяция, что в этом месте возникает? Эпизоакия. Если у животных, то дело будет называться эпизоакия. Выписывая большую часть населения, что произошло в результате? Плотность вернулась к разумным нормам. Редактор субтитров А.Семкин